Мы любим давать нашим машинам ласковые имена. И таким образом в моей программе уже побывали жук, матрешка, бегемот. Вот, правда, енотов у нас пока не было. С удовольствием представляю вам один из самых любимых мною на вторичном рынке автомобилей. Это Nissan Note, он же енот. И правда похож. Продажи новых пятидверных фичбэков Nissan Note начались в Японии в январе 2005 года. Европейский дебют автомобиля состоялся на автосалоне во Франкфурте в сентябре того же года. Первые российские ноты 2006 года выпуска. Наши покупатели автомобили распробовали сразу, ведь на тот момент на рынке не было ни одной машины, сочетающей в себе качество, присущей Nissan Note. Просторный вместительный салон и отличные возможности по трансформации как в салоне, так и в багажнике. А при этом еще и приятная управляемость и высокая надежность. В 2008 году на автосалоне в Париже была представлена рестайлинговая модель Note 2009 модельного года. Изменения во внешнем виде минивэна отразились прежде всего на передней части автомобиля. Решетка радиатора вместо сот получила две плоские горизонтальные полоски. Автомобиль отличает измененная светотехника, задние фонари стали чуть затемненными. С технической точки зрения на Nissan Note 2009 года была перенастроена подвеска для более комфортной езды. Инженеры Nissan чуть мягче сделали передние пружины, стабилизатор поперечной устойчивости наоборот сделали на 40% жестче. Премьера обновленного автомобиля состоялась весной 2013 года на крупнейшем европейском автосалоне в Женеве. Хотя по ту сторону Атлантики модель показали раньше, на выставке в Детройте. На российский рынок Nissan Note поставлялся с двумя бензиновыми моторами. Это 1,4-88 лошадиных сил и 1,6-110 лошадей. Дизельные полуторалитровые агрегаты в арсенале Note тоже есть. Они мощностью 62 и 78 лошадиных сил. Однако же на российский рынок было решено их не поставлять. Так что официально такие машины купить нельзя. А все из-за качества нашей солярки. На многих Nissan Note после длительной стоянки может свистеть ремень генератора. Подходить к подтяжке ремня нужно очень аккуратно. При неумелом подходе можно попасть на замену подшипников генератора. Машины с мотором 1,4 в мороз могут плохо заводиться. Также после того, как вы завели машину, вы можете слышать достаточно сильный неприятный стук в моторе. Но именно в холодную погоду, именно на 1,4. И поломкой это не является. Это скорее конструктивная особенность. А вот 1,6 в холодную погоду может плохо держать обороты. По мере прогрева автомобиля эта проблема проходит. Также у машин с моторами 1,6 со временем при большом пробеге начинает подъедать масло. Очень внимательно следите за уровнем. Потому что если уровень падает ниже нормы, начинает некорректно работать гидронатяжитель цепи ГРМ. Отчего она изнашивается быстрее и растягивается. Если эту ситуацию упустить, то начнутся, во-первых, проблемы с запуском автомобиля. А во-вторых, придется менять всю систему газораспределительного механизма. Что уже не дешево. А точнее, обойдется это порядка 35 тысяч рублей. В эту сумму войдет замена звездочек, распределительных валов, натяжителей и фазовращателя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Версии с младшими моторами комплектовались исключительно пятиступенчатой механикой. Старший агрегат объемом 1,6 литра мог сочетаться как с ручной коробкой, так и с четырехступенчатым автоматом не очень современной конструкции. В городском режиме он работает неплохо, однако на трассе ему явно не хватает еще одной высшей передачи, а потому двигатель работает на довольно высоких оборотах, заполняя салон гулом. На машинах с механикой установлено гидравлическое сцепление, привод которого может либо работать некорректно, либо не работать вообще в случае утечки жидкости. Также бывают проблемы с выжимным подшипником. С механической коробкой проблемы очень редки. Бывали буквально разовые случаи, когда у коробки не включались передачи, либо конкретно не включалась первая. Вот эта вот автоматическая коробка достаточно надежна. Очень редко бывали случаи, когда коробка ломалась, и из положения драйв перескакивала, например, нейтраль. Это действительно разовые ситуации. При должном уходе и регулярной замене масла коробка проходит не менее 200, а то и 250 тысяч километров. Правда, в случае ремонта, как и у всех автомобилей, ремонт АКПП стоит достаточно дорого – порядка 70 тысяч рублей за замены фрикционов и клапанов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Салон Ниссан Ноут прост и аскетичен. Никаких излишеств, но и никаких претензий к качеству материалов. Панели стыкуются аккуратно, посторонние звуки посещают салон редко, а обивка сидений очень практична и легко моется. Многие собственники жалуются на медленный прогрев автомобиля. Правда, касается это не таких машин с мотором 1.6, а автомобилей с мотором 1.4. Также есть целый ряд негативных отзывов о некорректной работе климат-контроля у Ниссан Ноут. Поэтому, если вы ищете машину в подержанном варианте, может быть, стоит обратить внимание на автомобиль с кондиционером, а не с климатом. Еще одна проблема, связанная с печкой. Отпаивается предохранитель в регуляторе скорости вращения ее вентилятора. В итоге приходится его менять за 1800 рублей. У некоторых собственников на почти новом автомобиле из-под козырьков начинала капать вода. В сервисе это объясняют как конденсат, скопившийся под обивкой во время транспортировки. Достаточно лишь просушить один раз хорошо автомобиль, чтобы эта проблема прошла. Если же машина на гарантии, лучше обратитесь в сервис, так как там просушивают автомобиль с разбором всех деталей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По подвеске Ниссан Ноут машина простая, неприхотливая, а следовательно надежная. Единственная частая проблема, несвойственная большинству других автомобилей, это ранняя необходимость замены передних тормозных дисков. Иногда даже на пробеге около 20 тысяч километров. Но чаще все же ближе к 50-ти. Чаще всего первыми в подвеске Ниссан Ноут выйдут из строя сайлент-блоки передних рычагов. У дилера, кстати, вам предложат их поменять в сборе с рычагом и попросят за это 8-10 тысяч рублей. Следующими, скорее всего, выйдут из строя опорные подшипники передних амортизаторов. Услышать вы можете это как неприятный стук из-под капота. А за замену попросят порядка 6-7 тысяч рублей. Где-то на том же пробеге порядка 50-60 тысяч километров нужно будет поменять, скорее всего, стойки стабилизатора. Правда, стоят они копейки, порядка тысячи рублей. Слабым местом в рулевом управлении Ниссан Ноут считается рулевая рейка. Если прислушаться, то вы услышите, как она постукивает уже и на этом автомобиле тоже. Начинаются проблемы достаточно рано. Правда, не у всех автомобилей. Но можете услышать постукивание на 30-40 тысяч. Кстати, именно состояние рулевой рейки и усилителя стоит проверить при выборе подержанной ноты. Очень часто бывали ситуации, когда рейку меняли по гарантии. И для вас это хорошо. С новой рейкой проблем уже не возникало. Если же замены не было, тогда проверьте рейку внимательно, так как ее замена может вылететь в копеечку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Краш-тест Ниссан Ноут по системе Евро-НСЕП проводился в 2006 году. Жесткие элементы в приборной панели представляли потенциальную угрозу коленям и бедрам как водителя, так и пассажира. В боковом краш-тесте одно из креплений изофикс сломалось, поэтому голова манекена не была удержана в безопасных пределах кресла. Производственный дефект был найден и исправлен. Ниссан связался с владельцами автомобилей с этой неисправностью, предложив заменить задний каркас сидения. Общая оценка за защиту взрослого – 4 звезды, детей – 3 звезды, а за защиту пешехода автомобиль получил оценку в 2 звезды по Евро-НСЕП. Ниссан Ноут никогда не был угоняемым автомобилем, так что можете спокойно оставлять его под окном. Стоимость Ниссан Ноут на вторичном рынке где-то от 260 тысяч рублей. За эти деньги вы получите машину 2006 года выпуска на механике. Если же хочется машину с автоматом, то минимум стоит рассчитывать на сумму от 300 тысяч рублей. В бюджете 400 тысяч рублей вы можете подобрать прекрасный автомобиль как на механике, так и на автомате. А вот если хочется почти новую машину, например, годовалую, то приготовьте бюджет порядка полумиллиона рублей. За эти деньги можете выбирать среди коробок передач и комплектаций, но эта машина за эти деньги должна быть уже абсолютно идеальной.